Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, сегодня у нас будет распаковка смартфона от компании Xiaomi. И знаете, это новенький, интересный смартфон. Ну как новенький? Данное чудо представили буквально пару-тройку месяцев назад в Китае, и все думали, что это тупо смартфон для Китая. И вообще никто не обращал внимания на данное чудо. Но вот недавно у нас была распродажа на сайте Алиэкспресс, и вуаля! Именно в дни распродажи появилась глобальная версия данного смартфончика. И стоимость его, ну, очень приятная. Потому что в Китае данное чудо продавали за, ну, вообще непонятные деньги. Потому что процессор здесь от компании Mediatek, и его продавали за 170, за 180 долларов. Да кому он нахрен нужен? А тут вуаля! На распродаже 29-30 марта данное чудо продавали за 140 баксов. Это версия 4.64. Сейчас же продают данное чудо уже за 135 долларов. И знаете, за такую стоимость это довольно-таки интересное устройство. Кто не понял, друзья, да, здесь у нас Xiaomi Mi Play. Вот так вот, интересный, компактный смартфон. Потому что, знаете, я думал, да все, блин, думали, что обычный Redmi 7 будет компактным. А он нихрена не компактный. Я вам больше скажу. Данное чудо уже совсем скоро у меня появится. И я, конечно же, сделаю полноценный обзор. И сделаем различные сравнения. Но пока что у меня вот Xiaomi Mi Play. Маленький, компактный смартфон, у которого интересные характеристики. И если вам надо небольшое устройство, то, как по мне, Mi Play вам подойдет больше, чем Redmi 7. Как-то вот так. В общем, друзья, садимся поудобнее, берем чай, печеньюхи. И давайте же посмотрим, что это за Mi Play от компании Xiaomi. И знаете, когда данное чудо представили в Китае, я даже не делал видосик. Потому что, ну, смысл. Это чудо представили тупо для Китая. И никто не ожидал, что компания Xiaomi вдруг возьмет и выкатит глобальную версию данного смартфона. Странно, согласитесь? Но нет, вот у нас глобальная версия. Итак, давайте все это... А как это все? Аккуратненько, в общем, вот так вот открываем. Не совсем аккуратно. И что у нас внутри? Вот он! Плей! Ё-моё, друзья, вы посмотрите на это чудо! Xiaomi Mi Play. Глобальная версия. Все как положено. Коробка небольшая. Вот наши характеристики. Дисплей 5,84 дюйма. Full HD+, разрешение, да, друзья? Смартфон компактный. Маленький компактный смартфон. Ну что ж, давайте откроем этот Play и посмотрим на это чудо. И, конечно же, сделаем небольшое предварительное сравнение с Redmi Note 7. Вот он у меня есть. Итак, аккуратненько вскрываем упаковочку. Ну что ж, это версия 4,64. И да, друзья, его можно купить за 137-138 долларов сейчас. В общем, ссылка будет в описании. Ух ты, какая интересная упаковка! Мне нравится! Смотрите, прикольно сделано. Интересно, интересно. Итак, даже есть бампер силиконовый. Хорошо. И вот он, маленький компактный смартфон Xiaomi Mi Play. Ну что ж, рама у нас пластик. Да, и знаете, торцы у нас выполнены из глянцевого пластика. И задняя крышка, если я правильно понял. Да, тоже пластиковая. В принципе, такая же, как на Redmi 7. Да, как-то вот так. Давайте снимем эту пленочку. Она нам здесь просто не нужна. Да ты, посмотри, какая она. Вот так вот. В черном цвете. Вот он, маленький. Красавчик. Вот такой вот у нас смартфончик. Давайте и вот эту вот пленочку снимем. И посмотрим. Так, запускайся. Чудо чудесное. Ну, давай-давай. Сверху у нас лоток для сим-карт. Ну, в принципе, как и на Redmi Note 7. Вы просто посмотрите, насколько больше Redmi Note 7. Да, друзья? 6,3 дюйма и 5,84 дюйма. Короче, друзья, кто ждал маленький, компактный смартфон от Xiaomi, то вот, пожалуйста. Ну что ж, если вы ничего не знаете о данном смартфоне, то вот вам небольшие характеристики. Дисплей 5,84 дюйма. Full HD плюс разрешение. И это очень круто, потому что пикселей, друзья, вы здесь не увидите. Процессор Helio P35. Это новое решение, которое выполнено по нормам 12-го техпроцесса. И да, графика от PowerVR. Но еще раз повторюсь, даже сейчас без различных там тестов, я могу сказать, что в суперигрушки на данном смартфоне вы играть не будете. Да, работать в повседневных задачах он будет быстро. А вот с игрушками, конечно же, будут небольшие проблемы. Но мы это все проверим. И, конечно же, в полноценном обзоре я все расскажу. Но хотелось бы отметить, что здесь 4 гигабайта оперативной памяти. Причем здесь память LPDDR4X. А в обычном Redmi 7 у нас старенькая память LPDDR3. Так что, друзья, учитывайте данный факт. А также 64 гигабайта встроенной памяти. Банка всего лишь на 3000 мАч. И да, конечно же, хотелось бы больше. Но что имеем, друзья, то имеем. А также старенький microUSB. К сожалению, да, банку не прокачали. А хотелось бы хотя бы 3,5, но нет. В общем, друзья, получаем небольшой компактный смартфон. Но аккумулятор здесь не огромен. Фронталочка на 8 мегапикселей. А вот основная интересная. Потому что, как бы, по мегапикселям у нас здесь все очень похоже на Redmi 7 12 плюс 2 мегапикселя. Размер пикселя 1,25 микрона. Но, друзья, здесь основная камера на 12 мегапикселей Sony IMX 486. Которая установлена в Redmi S2. Что довольно-таки неплохо. А также в Xiaomi Mi A2. Который тоже очень даже крут. Короче, друзья, будем тестировать. Но я думаю, данная камера очень даже неплохая. Ну, по крайней мере, при хорошем освещении. А вот при плохом, я думаю, конечно же, ну, ничего сверхкрутого мы не увидим. Но это все мы узнаем в полноценном обзоре. В общем, друзья, вот такие вот характеристики этого небольшого компактного смартфончика. Ну что ж, сегодня у нас на распаковке был компактный смартфон Xiaomi Mi Play. И знаете, если бы компания Xiaomi, ну, точнее, компания Redmi, выпустила свою Redmi 7. Маленьким, компактным и удобным. То, скорее всего, бы никто и не вспомнил о данном смартфоне. И, возможно, компания Xiaomi даже бы не выпустила глобальную версию данного чуда. Но, блин, что имеем, то имеем. Redmi 7 большой, огромный. И по габаритам он практически такой же, как Redmi Note 7. Да, странно. Раньше всегда обычный Redmi был маленький, а Note большой. А сейчас, блин, все одинаковое. Поэтому, как по мне, Mi Play это довольно-таки интересное устройство. Тем более сейчас, потому что, чёрт побери, стоимость, ну, очень вкусная. 135-137 баксов за версию 4.64. Да, понятное дело, я вам сразу скажу, что производительность здесь будет хуже, чем на Redmi 7. Или на Redmi Note 7, это и понятно. И, конечно же, автономность тоже будет хуже, потому что банка на 3000 мАч. Но при всём при этом у нас небольшое устройство с Full HD+, разрешением на минуточку. 4.64 и стоимость очень заманчивая. И я более чем уверен, что основная камера здесь будет интересная и хорошая. Короче, друзья, я скоро сделаю полноценный обзор на данное чудо. И да, скоро ко мне приедет Redmi 7. Я тоже сделаю обзор на Redmi 7. И я думаю, что мы сделаем даже сравнение двух этих смартфонов. Что, блин, лучше купить? Маленький, компактный Xiaomi Mi Play или же Redmi 7? В общем, друзья, если вы хотите данные видосики, то давайте пишите это в комментариях. И, конечно же, ставьте лайки. Много-много лайков. Короче, ссылочка на Mi Play будет в описании. Ну а с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока!